Дорогие друзья! Дорогие друзья! Сегодня вы встречаетесь с писателем Нодаром Думбадзе, лауреатом Ленинской премии, автором произведений «Я бабушка Элико и Иларион». «Я вижу солнце», «Белые флаги», «Закон вечности» и других. Пожалуйста, Нодар Владимирович, просим вас. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер, друзья дорогие мои. И вот я обещал себе сегодня говорить только правду. И хочу сказать вам сразу же правду, что я очень волнуюсь. Не то что волнуюсь, мне очень страшно. Вот этот страшный день настал в моей жизни, и я постараюсь как-нибудь справиться с ним. Ну, как бывает, я вам стихи не буду сегодня читать и свои романы. И не буду читать то, что я задумал написать, потому что вы потом не будете их читать. Сейчас лучше мы посмотрим сперва маленький кусочек из моего фильма «Я бабушка Элико и Иларион», а вы, наверное, за это время приготовите вопросы, на которые я постараюсь ответить. Давайте посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Аплодисменты. Он звонит по утрам, возвещая начало занятий в школе. А если колокол звонит вечером, это значит в селе пожар или общее собрание колхозников. Ой, ж... Раскрой зонтик. Только скорее, скорее, то в школу опоздаем. Ну, что там? Не мешай, Мурадов. Идем, идем, сыночек. Моя бабушка частый гость в нашей школе. Можно смело сказать, что десятилетку мы оканчиваем с ней вместе. Не торопись, бабушка, а то упадешь. Ой, чертенок. Ах, ты поршевец. Ну, потряс несчастный. И когда ты начнешь учиться как человек? Все дети, как дети, а ты опозоришь свою бабушку? Как я людям в глаза буду смотреть? И в кого ты только уродился, горе-то мое. Ну, скажи, кто в нашем роду был не ученый? Ну, кто? Что? Чего ты от меня хочешь? Ах, чего я хочу? С метки твоей хочу. Трудно, что ли, по-русски научиться? Ведь вся Россия говорит по-русски. А твой дедушка только всего семь лет жил в России. Так начальник почты Иван на что уж русской. Ну, и тот так языка не знал как-то. Да что вы говорите? Да-да, смейся, смейся. Два часа подряд твой дедушка говорил с Иваном по-русски. Говорит, а сам руками размахивает. Как будто на барабане играет. Бабушка, почтальон идет. Здравствуй, Ольга. Здравствуй, рожден. Как поживаешь? Хорошо, спасибо. Дай тебе Бог здоровья. Целых два часа раз... Рот слушал Иван твоего дедушку. А потом развел руками и говорит. Ничего не понимаю. В жизни такого не слыхал. Да не может быть. Опять смеешься? Ох ты, Ирод. Ирод ты окаянный. Чтоб тебе ни разу в жизни солнце не умерли. Во всей Грузии нет женщины, которая умела бы проклинать лучше, чем моя бабушка. Но я совсем не боялся ее проклятий. Да и она сама, как говорилось. Когда язык мой проклинает тебя, сынок, сердце благословляет. Чтоб тебе завтрашней зари не увидеть. Чтоб ты умер на руках у своей бабушки, бездельник. Учиться не хочешь? Да, не хочешь? Нет, не хочешь? Ну и растил оботрясом. Чтоб ты сгорел окаянный. Опозорил почтенную женщину. На весь свет опозорил. Тогда я наконец дождусь твоей смерти. Вот приду на твою могилку, сяду и буду тебя охотовать. Каждый день буду приходить на твою могилку. Пусти меня, недоносок несчастный. Идем домой. Ну скажи, ну что бы с тобой случилось, если бы ты занимался? Ну что? Что тебе дураку мешает? О господи. Ну и уезжайся. Чтоб глаза мои больше тебя не видали. Ты. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы кому аплодируете? Герой ваших повестей, я бабушка Ильико Иларион. Я вижу солнце. Многих рассказов гурицы. Добрые, веселые люди. Откуда столько жизнелюбия у этого маленького народа? И почему вас привлекают именно такие характери? Вы знаете, что, видно, кто писал эту записку, знает, что Грузия состоит из нескольких уголков. Значит, Гурия, Эмиретти, Кахетти, Сванетти и много, значит, уголков. Гурицы действительно очень остроумные люди. Но это не только характерно для гурицы, это общее характерно для всей грузинской нации. Вот это веселое такое настроение, такое остроумие и оптимистическое настроение очень во многом помогало моему народу и в древние времена, и в эти времена. Я вырос среди вот таких людей. Я в детстве не отличался особым юмором сам. Но вот, когда вырос в этой среде, видно, я заразился тоже этим юмором. И как вам это удается, мне пишите. Раз вы это так пишите, значит, мне удается. Я благодарю вас за этот вопрос. Ваше собственное детство было трудным. Во всех ваших книгах страницы, посвященные детству, написанные с большой теплотой, нежностью, они как бы пронизаны солнцем Грузии. Видите ли, у меня действительно было очень трудное детство. Я сейчас не буду распространяться и вам рассказывать. Действительно, тяжелое детство было. И я как-то остался без родителей. И меня воспитывали чужие люди. Чужие люди меня. Не чужие, свои люди, но не родители, понимаете. И я... Это период, когда, значит, происходило становление моего характера, как парня, как юноши, как мужчины. И это совпало с тяжелыми годами войны. И эти годы на меня произвели очень большое впечатление. Настолько большое, что у меня... У меня сейчас уже 53 года. Вот до сих пор я не могу выйти из этого впечатления, понимаете. И пока я жив, наверное, все время буду писать о становлении характера молодого человека. Потому что это больше всего интересно мне. И вот с таким теплом как раз я пишу. Потому что я очень люблю тех людей, которые воспитывали меня. И ни разу не упрекнули меня за то, что вот они кормили меня, учили меня. С такой точки зрения я в долгу перед людьми, перед своим народом и перед теми людьми, которые воспитывали меня. И меня я никогда не устану благодарить их. А чем я их могу благодарить, кроме того, что писать о них и вот так любить, и отвечать на их любовь вот этой любовью? Вот этой. Надавр Горелович, скажите, пожалуйста, как вы стали писателем? И когда у вас появилась мысль о том, что ваше призвание писать? Вы знаете их? Меня больше интересует, когда вы почувствовали меня писателя. Я себя почувствовал сразу гениальным писателем, как только первое стихотворение написал. Понимаете? АПЛОДИСМЕНТЫ Надар Владимирович, не скажете ли вы, как возник замысел романа «Закон вечности»? Этот замысел немножко черный замысел. Знаете как? Со мной произошел инфаркт. И когда меня вели в больницу, я услышал такую фразу «Как мог такой молодой человек заболеть инфарктом?» И вот эта одна фраза родила этот роман. Действительно, все эти месяцы, которые лежал, неужели, я говорю, причиной инфаркта могло быть то, что произошло в тот вечер? Тогда ничего не произошло. Я сказал, буду откровенным, я выпил два стакана вина. А грузина два стакана вина, инфаркт не бывает с грузином. Двух бочек может быть, два стакана вина. И вот как раз я продумал все это и вспомнил все отрицательные и положительные эмоции, которые могли за эти годы, за 53 года, ну, допустим, за 40 лет, когда у меня уже сформировалась память, что могло повлиять на мое сердце, чтобы я такой молодой человек, это я о первом инфаркте говорю, которое могло так повлиять. И пришел к выводу, что это все постепенно накопляется и потом происходит взрыв. И эта фраза, одна фраза врача, я не помню, кто он был, он сам не помнит, а то ему нужно гонорар дать, понимаете, половину гонорара, потому что из этой фразы все и началось. Вот так возникла идея вот этого романа. Так просто и так, как будто бы с фразой, которая никакого значения не имеет в жизни человека. Роман «Закон вечности» остросоциальный во многом публистичный, разоблачающий стяжательство, накопительство, месчанство и другие негативные явления жизни современного общества. Какова, на ваш взгляд, роль литературы в борьбе с этими явлениями? Первый долг писателей, конечно, заботиться о моральной чистоте своей нации. И вот мы сколько могли, помогаем, сколько можем. И этот процесс продолжается и сейчас. Нельзя сказать, что в Грузии все ладно, все хорошо уже, и все в порядке, и все гладко. Нет, не так дела. Это только начало, по-моему, и эта борьба будет долго продолжаться. И всегда, наверное, будет, и я призываю, если есть здесь писатели и все, что с этим надо бороться. С этим мириться нельзя, потому что это не тот путь развития человечества, на который мы имеем право встать или так равнодушно смотреть на это. Вот мой ответ на этот. АПЛОДИСМЕНТЫ Так в чем же, по-вашему, состоит этот закон вечности? И разве у вечности могут быть какие-то законы? Ну, если я это написал черным по белому, что такое закон вечности? И формула у меня целая, я не хочу ее повторять. Но, по-моему, у вечности... Ну, мы ее... Это все относительно... Значит, у вечности тоже есть, конечно, законы, но эти законы вечны. Не мы их придумываем. Их нужно сохранять и соблюдать. Иначе... Вечность — это вечность, знаете... Это... Как бы сказать вам... Вот у Руставеля есть такая строка... Ужам-ужами. У вечности, у времени нет времени. Нет начала и нет конца. У этого есть свой закон, как видно, понимаете? И без этого закона это не может существовать. И этот закон вечный. Вот так я могу объяснить вам. Вот это... Все-таки ваш герой Бачана Рамишвили — человек одинокий. В больнице его никто не навещает из близких. В общем, об одиночестве. Бачана Рамишвили у меня в романе писатель. А писатель не может быть одиноким. Он говорит с солнцем, он говорит с своими героями. К нему приходят, правда, плохие люди, но... К нему потом приходит один... Даже хороший человек, который лекарства ему приносит и ничего не требует взамен за это. Он лежит рядом с фященником и рядом с сапожником, понимаете? Это разве одиночество? Это даже много, по-моему, очень людей. А в принципе... Я никогда не забуду. Знаете, вот в Америке когда был, я был в гостях у Мелора Стурва. И нас было три человека. А знаете, грузины любят, когда побольше людей за столом. Я сказал, слушай, позови сюда. Он сказал, что если я сейчас его позову, он вызовет скорую помощь и меня заберут в сумасшедший дом. Он подумает, что я что-то хочу от него, понимаете? А в Грузии мы привыкли жить как. У нас были общие дворы, общие балконы. Мы выросли во дворе. Вот русский язык, на котором я сейчас с вами говорю, я выучил на улице. Во дворе. Есть у меня друзья, которые говорят на армянском, на азербайджанском, на курдском. Одновременно. На улице. Сиди детей. Вот так изучали мы эти языки, понимаете? А сейчас как-то отчуждение происходит, когда человек отгораживается заборами, квартирами, комнатами, запираются, какие-то дырки придумывают, понимаете? Какие-то щели, чтобы не ворвался кто-то, не отнял что-то. Вот это происходит, этот процесс. Я не знаю, как его остановить. Давайте вместе бороться и вместе останавливать этот процесс. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Адар Владимирович, скажите, пожалуйста, что вы цените в человеке больше всего? АПЛОДИСМЕНТЫ Я об этом очень много пишу и говорю. И вот сейчас даже последняя моей повести «Кукарача», если кто читал из вас, это повесть о милиционере участковом. АПЛОДИСМЕНТЫ Я там просто пишу и говорю, что самый большой дар, подаренный природой и Богом человеку, это талант любви. Ну, талант любви не только к женщине. Это прекрасно, он давал талант к всему, и к родине, и к делу, которому ты, то есть доверенно тебе делал. Вот это самое большое, самый большой дар от природы – талант любви. И я считаю несчастным того человека, который уйдет от этого, от этой жизни, не прочувствовал этот талант любви. Без этого, значит, жить нельзя. И умирать жалко даже без этого чувства. Просто обидно. Вот это я считаю. АПЛОДИСМЕНТЫ Надар Владимирович, скажите, пожалуйста, образ Солнца, который встречается у вас в некоторых произведениях. Это символ чего-то? Да, друзья, символ, конечно, символ. Это вечное чудо человечества – Солнце. Видите, у меня есть рассказ о Солнце, у меня есть… Вы, если кто читал, как он начинается, знаете, это вечное чудо человечества, к которому привыкли мы. Вот крестьянин, например, утром встанет, и для него Солнце всходит и заходит. Он по Солнцу угадывает погоду. А вот у Руставели есть удивительные строки – солнечная ночь. У Шолохова тоже есть, когда Аксинья умирает, еще этот посмотрит, говорит, что на черный диск Солнца. Вы помните? Он становится диск черным. Потому что это абсолютный свет, на него смотреть нельзя. И поэтому люди преклонялись Солнцу. Вы знаете, как изобрали. Ну, из египетской мифологии, вы знаете, что Ра называлось это. И человек преклонялся Солнцу. Вот таким символом и является в моих произведениях Солнце. Это то вечное чудо человечества, что светит над нами. И это источник жизни. Вот таким символом является в моих произведениях Солнце. И в последней повести я хочу продолжить этот разговор. Мой герой... У меня умирает Солнце, если вы помните, в Законе Вечности, на Кавказском хребте. И когда его спрашивают, почему ты умираешь светило, ведь вся жизнь от тебя зависит. Солнце говорит, что я живу от... Энергия моя, она пополняется от воспламененных, от любви душ умерших людей. И люди, которые умерли на земле от любви, вот это источник моей жизни. А теперь люди на земле умирают от ненависти, и поэтому я умираю. И возвратите любовь на землю, и я... То есть тоже... Возвратится моя жизнь. И я опять буду, значит, источником вашей жизни. Нодар Владимирович, скажите, в своем рассказе, бабушка, вы пишете о себе в своем детстве или что, чьи-то прообразы? Видите ли, в моих произведениях очень много автобиографичного, но, я сказал уже, и очень много вымышленного. Больше, конечно, процентов 80. И что еще это делает, укрепляет мнение, что мои произведения автобиографичные, что я не выдумываю фамилии и не выдумываю имена героев. Вот, например, у меня школа, я бабушка Ильикой Ларион. Там сидят все ученики, которых я называю своими именами. Там Павловича Центерадзе, там Отья Каландадзе. Ну, Хатья у меня там. Отья Каландадзе мне пишет. Но, Дар, или я с ума сошел, или ты говоришь, эту слепую девочку я не помню. Он не мог представить, что это вымышленный герой. И потом был такой случай. Вот эта правдивость и автобиографичность иногда мне очень мешает, понимаете, в жизни. Вот, например, когда я, значит, пишу настоящие фамилии. Вот, когда я был редактором крокодила грузинского, в Великой Ларионе, вы помните, у Лариона есть свиня. Серапион Сапертеладзе называется имя человека и фамилия, значит. Потому что эта свиня была похожа на этого человека. И оказался действительно такой человек, Серапион Сапертеладзе, который подал то есть заявление в Центральный комитет, что я, на дар Думбадзе, веселиваю его, что эта свиня я. И весь район бегает за ним и называет его свиней. Потом, значит, пришлось видать ему справку, что он не свиня. А он счастливый ходил. Потом еще был такой случай. Я напечатал в своем журнале такой басню, напечатал, что директором сахарного завода выдвинули крысу. И вдруг заходит ко мне в кабинет человек, не здоровается, ничего, говорит, ты сам крыса. Я говорю, почему я крыса? А почему ты написал, что директором сахарного завода выдвинули крысу? Я говорю, а почему вы думаете, что это вы? А потому что в Грузии один завод сахарный, говорит, я директор этого. Вот ему тоже пришлось видать справку, что он не крыса, понимаете. А потом оказалось, что он крыса, его арестовали потом. Вот такие вещи происходят, когда от себя пишет человек и очень много курьезов. А вообще-то, конечно, я стараюсь писать то, о чем знаю. То, что знаю об этом писать. Когда об этом пишут, я когда пишу о отрицательных героях, это я себя подразумеваю, знаете, всегда. Это как, ну, вы знаете, мадам говорит, что это все писатели так, когда они пишут, даже в женщинах подразумевают себя и себя ставят в те ситуации, в каких же мог бы оказаться. Это не ново и не старо, но это уже зависит от силы того, как убедительно пишет писатель. Раз вам кажется это, что про меня написано, так и думаете очень хорошо. Это я приветствую наоборот. Спасибо вам. Как вам нравятся переводы ваших произведений на русский язык? Не теряются ли при этом какие-либо какие-то качества, присущие вашему народу? Зураб Акфледиане – это ваш единственный переводчик или нет? И возникают какие-либо серьезные разногласия при переводе ваших произведений? Знаете что, у меня есть очень плохая черта у самого как писателя, что я никогда не помогаю переводчику. А переводчику нужно всегда помогать. Вы знаете, что перевод – это очень трудное дело. Зураб Акфледиане так же хорошо владеет грузинским языком, как и русским. Он очень добросовестно и хорошо переводит, потому что письма, которые я получаю от этих писем, видно, что читателям нравятся мои произведения. Раз произведение нравится, значит, и перевод нравится. Но я считаю, что все же теряется очень много. Ну, процентов 30 иногда. Знаете, вот когда я, бабушку Елико и Лорион переводили, это… Там очень много юмора, народного юмора, там очень большая доля этого народного юмора и острословия, и этого потерялось. Ну, вообще, перевод, когда с оригинала переводится, это лучше, конечно. С посрочника труднее. Но я не против художественного перевода. Знаете, вот, например, ну, обязательно перевод, когда автор, если он способен и может помогать, вот знает русский язык хотя бы в такой дозе, как я. Правда, я плохо говорю по-русски, не особенно, но как-то я, наверное, смог бы когда-нибудь помочь переводчику, но я ему не помогаю. Нужно снабдить обязательно с комментариями посрочники. Вот, знаете, вот приведем такой пример, например, Миране, стихотворение Бараташвили. Когда вот этот перевод читаешь, обязательно возникает образ этого скакуна, который изображен на папиросах Казбеки. Сидит на лошади в Папахе, в Бурке, человек и мчится куда-то. А у Бараташвили совсем другое написано, знаете. Вот, Мирвис, Мима, Френс, Уклот, Чеми, Мерани, Укан, Момчхавис, Твалбед, Итышавих, Хорани, Каст и Мерано, Шенш, Ченебас, Араксам, Звари, Таня, Смес, Фикрича. Он говорит, меня мчит, по бездорожью мчит, никакого бездорожья там нету, товарищи. Это космические скорости, он же в космосе находится, он не сидит на лошадке, понимаете, и не по бездорожью идёт. Укзоклот, бездорожье по-грузински, Укзоклот это не бездорожье, Укзоклот это сам не зная куда, в неведомый край мчит, понимаете. Он сидит на пегасе, допустим, на крыла там, что-то, может быть, даже на ракете, потому что он такой, Укзоклот, Каст и Мерано, Шенш, Ченебас, Араксам, Звари, нет границы, говорит, твоему этому, твоему движению. Он так быстро идёт, и он говорит о звёздах, что пускай только звёзды будут свидетелем, и я буду, значит, в моих страданиях. Понимаете, он оторванный абсолютно от земли и убегает от этого грешного мира, куда-то, в новый мир. Вот это во всём философии этого стихотворения. А мы читаем, какой-то человек в попахе сидит на лошади. Или перевод Белый Ахмадулиный. Почему-то некоторым не нравится, вот перевод Мэри, Галактёна Табидзе, известное стихотворение, и он заплакал, значит, у Галактёна так, и он заплакал, как, я заплакал, как лир, лир, оставленный всеми, а у Белый так, что, и он заплакал, как лир прекрасный. Я понимаю её, и это мне очень нравится, потому что лир, это не какой-нибудь старик из моего села Хедеста или из Чахатавурского района. Это всемирный герой, то есть герой произведения, которого весь мир знает. И он именно в своём одиночестве прекрасен, понимаете? Это такая трагедия, что его бросили, и одна дочь его только любит. И он прекрасен в своём одиночестве, и все знают, что он одинок, и он заплакал, как лир прекрасный. И мы его любим, потому что мы сострадание, знаете, у нас к нему, и мы страдаем вместе с ним, и он прекрасен в своём одиночестве, и поэтому плачем вместе с ним, понимаете? И вот Белла нашла вот этот пункт, этот пункт, она почувствовала, и он заплакал, как лир, оставленный всеми, это по-русски не звучало бы так хорошо, как по-грузински. Я оправдываю вот эту строку, её, может быть, кому не нравится, но мне очень нравится. Это кто как понимает, ну, если говорить откровенно, отец Горьё тоже царлер, правда? Если подумать, так в корни пойти. Кто так выйдет, тот так выйдет, кто как выйдет. И вот я очень широко и очень громко и фамилия произнёс. Ну, в моих произведениях тоже что-то есть, то, что дорого мне, и не переходит на русский язык, не переходит. Знаете, тогда переводчику очень трудно, если автор может, он должен помочь ему. Ну, вот я такой варвар, не помогаю своим переводчикам. Так что вся вина, если вам что-то не нравится в моём переводах моей книги, сваливайте на меня, пожалуйста. Нодар Владимирович, считаете ли вы себя гуманоидом? Опять вот это, знаете что? То же самое, раз думаете, что это автобиографичное произведение, я гуманоид. Вы как считаете, похожи на гуманоида? Ну, так и думайте, только я из этой планеты никуда не улечу. Я буду с вами всё время. Нодар Владимирович, скажите, пожалуйста, вот ваше произведение «Я бабушка Ильикой Лавён» вставилось в ряде театров, поставлен фильм. Бывали ли у вас какие-нибудь разночтения с режиссёрами, с актёрскими интерпретациями ваших героев? И как вам вообще эти спектакли нравятся и сам фильм, из которого сейчас фрагмент показывают? Ну, здесь, наверное, многие сидят авторы, у которых произведения инсценированы и экранизированы. Нет автора в мире, которому нравились бы инсценировки его до конца. Значит, произведение, представьте себе, роман из 300 страниц состоит, из 400 страниц. А идеальный сценарий – это 70 страниц, 80. Знаете, остаётся очень мало от того, что ты хочешь сказать, и остаётся только храбет. А это вся помпезность, и там фразы, и золотые слова – это всё убирается в фильме, особенно там ещё динамика и движение. Меня театр больше устарает, потому что в театре больше слов моих, понимаете. А в кино у меня били, пока я не понял. Я в кинематографе работал лет пять, и я понял, фильм всё же принадлежит режиссёру. Поэтому я понял, что этот фильм, я потому вам сразу спросил, вы, вас, то есть, вам, вы кому аплодируете, мне, актёром или Абуладзе? Значит, фильм всё же принадлежит режиссёру. А вот так, меня больше удовлетворяют, потому что там больше моего текста и больше моей души. Нодар Владимирович, ваши последние произведения очень отличаются от первых повестей. Кажется даже, что написаны они другим человеком. Как вы объясните такой поворот? Видите, я своё произведение, свои произведения, вы не устали, друзья? Я свои произведения рассматриваю как одно произведение. После того, как я написал предисловие к белым флагам и сказал, что это тот же герой мой, Сурикелова Шаломизе, который пришёл с первой повести моей в жизнь. Это тот же, я просто фамилию ему меняю и, значит, ситуации, в которых он находится. Только его нужно читать как одного героя. И он постепенно, по-моему, не те чувства юмора и сарказма или там что, Просто я, и с моим возрастом на это это приходит, постепенно я постарался пойти поглубже в душу человеческую заглянуть, понимаете? И это оказалось очень трудным, выразить себя всё. И этот процесс будет, наверное, ещё долго длиться. И он неискончаем, по моему мнению. И постепенно, значит, это наступает и с возрастом, и с ситуацией, в которую ситуацию ты ставишь своего героя. Пачана Рамишвили из «Закона вечности» продолжает и во многом обновляет галерею коммунистов в современной литературе. Это характер неоднозначный, лишённый привычных стереотипов, сомневающихся, страдающих. Как много приходилось вам встречать подобных людей в жизни? Ну, раз многие читатели считают, что мои произведения автобиографичны, чтобы не ставить других в неловкое поведение, скажу, что про себя. Я сам себя считаю таким коммунистом, и многих встречал, очень многих. И многим я подражаю в жизни сам, несмотря на то, что считают, что нужно подражать героям писателя. Иногда и писатели подражают своим героям и даже героям произведений других писателей. Вы видите задачу писателя в том, чтобы платить добром людям, воспитывать вас, поэтизировать этих людей. А может быть, задача писателя сложнее – поставить людям правду, правдой. Иногда горькой правдой. Я так и делаю, по-моему. Я в своей повести «Белые флаги» говорю, что в одной плоскости нельзя человека изучать. Человек не фреска. Человек похож на скульптуру. И его нужно обойти со всех сторон и смотреть на него с точкой, с какой он лучше всех смотрится. Но нельзя всегда говорить человеку правду, горькую правду. Вот, например, вот такой грубый пример, если привести, страшный пример. Вот, например, у человека он перенес инфаркт сегодня, а ему завтра говорят, что у него умер сын или отец, или мать. Тоже нельзя, правда? Нельзя такие вещи говорить. Нужно подготовить, нужно даже врать. Вот у меня, я вижу солнце, мои герои говорят, врут, значит, родителям. Помните, когда там два мальчика пропали на фронте, и эта хатья слепая девочка утешает их? Ну, это похоже на правду, на очень... Она может быть случиться, но не такая фантастическая уж правда, чтобы не поверить ее. Так что писатель, это не очеркист же, не очерк же пишет писатель. Он же, все же это художественное произведение, и он много выдумывает. И вы знаете формулу Толстого, что искусство что такое? Это, значит, чтобы заразить человеком тем, что ты перенес, и рассказать это ему так, чтобы он именно так перенес как ты. Давайте, знаете, что сделаем? Еще посмотрим какой-нибудь кусок из «Я вижу солнце». Это последняя мука. Больше у нас ничего нет. Что ты делаешь, Дато? В этом сундуке одежда моего отца и моей матери. Ну и что? А то, что я это продам. Ты с ума сошел. Пойду в набеглаве, обменяю на кукурузу. Закрой сундук, Дато. А я говорю, продам. Я уже не маленький, не учи меня, пожалуйста. Не делай этого, Дато. Прошу тебя. Нет, продам. И эти сапоги, и это пальто. Не умирать же нам с голоду. Я сказал, так и будет. И все. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok. И чего это они так раскричались, да то? А слой не видели, что ли? А ты сиди и помалкивай, а то отправлю тебя домой и весь разговор. Ну и, пожалуйста, подумаешь. Вот тогда и подумаешь. Ещё далеко до этого. Ты замёрзл, хатая? Долго ещё ехать? Нет, уже совсем близко. Придём в Набиглаве, зайдём кому-нибудь в дом. Отдохнём и согреемся. Ну что ж, сапоги хорошие. Я их возьму. Только немного уступи. Сколько же уступить дяде Бабилло? Не думаю, что я такой уж бессовестный. Я знаю цены этим сапогам. С кукурузой сейчас трудно. Очень трудно. Дам тебе за них полпуда. Но мы полпуда должны отдать Моносе Барамидзе за осла. Ну ладно уж. Дам вам пуд. А пальто вы не берёте? Пальто? Сейчас посмотрю. Ну а сколько ты хочешь за пальто? Два пуда. Ого! Ну так уж и быть, дам тебе пуд. Это сапоги и пальто его отца. Он ни за что бы не продал их. Да им с тётей есть нечего. А где твой отец, сынок? Ну хорошо, хорошо. Как оно отсыпка, дядя Бабилло, половиной пуда кукурузы. Перебьёмся, как невольф. Идите, дети, поешьте. Идите, дети, идите. Помоги нам, Господь. За ваше здоровье. Кем вы приходите друг к другу, дети? Никем. Мы соседи. И ещё мы с Дату учимся в одном классе. А скажи, у тебя давно болят глаза? Они не болят. Я просто не вижу, но они совсем не болят. Ну как же тебя не побоялись отпустить из дома в такую даль? Папа с Датой меня всё допускает. Видно, ты очень любишь своего Дату. Его у нас все любят. Не пи***му веду, на ослевизу. Ого! Дядя Бабело, а как зовут вашего сына? О каком из них ты спрашиваешь, сынок? Как это о каком? Вы что, смеётесь? 20 лет я сам их не мог отличить. Всё время путал так похожих. 20 лет мать наказывала обоих, если один нашалит, чтобы не ошибиться. И вот оба пропали. Ну вот, опять плачет. Третий год плачет. Третий год надрывает мне сердце своими слезами. Сама убивается и меня убивает. Тетя Коконо, послушайте. И в нашей деревне был один без вести пропавший, а потом он нахлопился. Счастливая его мать. Счастливая. И что он пишет? Да он не пишет, он сам приехал. О ком ты говоришь, Хате? О сыне Аким-то Чапашвили. Ты забыл, что ли? А что он рассказывает? Ты говорила с ним, детка? Да, говорила. Он сказал, скоро конец войне. Гитлеру очень плохо. Наши выдумали какое-то новое оружие. Называется Катюша. Всё сметает на своём пути. О, это я тоже слышал. А что он ещё говорит? Расскажи, Дату. Ты ведь был там. Ну, помнишь, мы вместе были? Катюша всё сжигает. Наши самолёты у Лерлин бомбят. А скоро ещё откроют второй фронт. Когда же, когда, будь они неладные. Скоро. Говорит, Дату, что ещё рассказывал Вожеко. Что он ещё говорил? Я не помню, Хате. Не помнишь? Он говорил, что в их части было много грузин и были, кажется, два брата. Ну, вспомни, Дату. Два брата, похожие друг на друга, как половинки яблока. Да, он говорил. Близнецы. Да. А как их звали? А я не спросила. А как фамилия? Он говорил, но я не запомнила. А ты не помнишь, Дату? Нет, не помню, Хате. А что он говорил, они живы? Ну, конечно, живы. Вожеко сказал, их пули не берём. Девочка, я пойду с тобой, дорогая. Поведи меня к этому человеку. А он приезжал только на один день. Правда, Дату? Да, только на один день. Что же мне делать? Я напишу ему и всё узнаю. Ах, вы разбойники, уже удираете? Вот, сынок, твои сапоги и пальто. Что, раздумали, брать, да? Раздумал. Почему дядя Павелло? Дорого? Да нет, сынок, что-то совсем недорого. Просто не хочу я. На. Что ты делаешь, мальчик? Как что? Вы же раздумали. Да нет, дорогой, что ты? Как ты мог такое подумать? Я не забираю кукурузу. Я только возвращаю тебе твои вещи. А кукурузу? На. На чёрт мне столько. Нет, дядя Павелло. Даром я не возьму. Я? Я ведь не попрошайка. Что ты сказал? Что ты сказал, негодник? Значит, если человек даёт человеку два зерна кукурузы, то кто-то же попрошайка? Ха-то, я ты слышу, что он тут болтает. И не стыдно тебе, сынок. Зачем ты обижаешь старика? Бери кукурузу и иди, слышишь? Идите, идите, идите. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Назар Владимирович, многие ваши повести адресованы молодёжью. Что вы можете сказать о современной молодёжи? Как вы объясняете такие черты, в некоторой части, вещизм, равнодушные и безумовности? Ну, знаете, вот со сцены такой, высокой сцены ругать молодёжь нельзя, конечно, но я говорю совершенно откровенно, мне очень нравится наша современная молодёжь, знаете. Она какая-то раскушенная, она какая-то автономная, понимаете, много автономии в ней. Правда, этот вещизм бывает, и это отвратительные черты в некоторых молодых людях, вот этот вещизм или, допустим, нигилизм, или какое-то недоверие к будущему, или пессимизм какой-то тоже бывает, но в основном прогресса не было бы, если бы не было людей, молодых людей больше. Прогресса движется. Мы хотим, не хотим, молодёжь придёт, она займёт наши места, какими бы они плохими не были. Наша задача – воспитывать их, понимаете? Как-то направлять правильное русло. Вы помните, Гёте говорил, что мы, старики, для того и существуем, чтобы молодые не повторяли наши ошибки. Они будут стараться не повторяться, повторять наши ошибки, но ошибки всегда будут, их повторять, пускай нас не пугают, понимаете. Иногда мы умеем преувеличивать. Вот я в Америке, там произошёл пожар на сороковом этаже одного небоскрёба. И целый день, через каждые 10 минут, они передавали этот пожар. Как тушили это пушками, воздушными пушками, лестница не доставала туда. И это так нагнетало, нагнетало, что в конце концов, я подумал, что горит весь Нью-Йорк. Это мера предохранительности. Наверное, чтобы никто там не оставил утюг или там что-то выключить, чтобы пожар не произошёл. Но чересчур, понимаете, это рекламировать. И пугать людей тоже нельзя. Я убежал из гостиницы, думал, что сейчас произойдёт пожар в моём номере, и целый день стоял на улице, понимаете. Но это не произошло. Это тоже нельзя делать, знаете. Утрировать не надо. Есть у нас очень чудные, хорошие, молодые люди. Я уверен, что наше будущее зависит от них. Я очень верю в нашу молодёжь и надеюсь, даже как председатель Союза писателей, очень большие надежды возлагаю на то поколение, которое сейчас приходит в литературу. Не то, что вообще в жизни. Иначе бы прогресса не было. Я так смотрю на молодых. Вот мой ответ. Скажите, пожалуйста, а как рождаются сюжеты Ваших книг? Вот Вы здесь сказали, что служили на границе. Связано ли рождение книги «Не беспокойся, мама» с Вашей службой среди пограничников? Вот как родилась эта книга, я Вам расскажу, но Вы не устали, откровенно скажите мне. Значит, я в 1966 году стоял первым лауреатом ленинского комсомола вместе с Чивилихиным, Пахмутовой, Жилакьявичусом, Чивилихиным. У меня номер медали 004. И вот меня пригласили закавказские пограничники, закавказского военного округа. И один солдат встал, вот как Вы сейчас, и спросил. Назар Владимирович, почему Вы не пишете про нас, пограничников? Я говорю, как я могу писать про Вас, когда я не служил никогда на границе, я не знаю Вашу жизнь, нужно на гаупуахте посидеть, я говорю, нужно борщ попробовать, там кашу маную, которую Вы едите, можно в наряд ходить надо, я говорю. Так Вы, говорят, приезжайте в гости. Я говорю, в гости не ведет, надо служить. И они схватили меня за язык извиняюсь, взяли меня. Правда, это не так легко, оказалось, понадобился приказ министра обороны СССР, чтобы меня взять на границу и служить там три месяца. Вот я прослужил там три месяца, жил вместе с солдатами. Это очень хорошие парни, красивые, сильные. Их Вы не думайте, вот что по мобилизации прямо берут и на границу. Их подготавливают специально мужественных, красивых, сильных, вычисливых. И они всегда, Вы, наверное, видели, что они в парадной форме ходят, чтобы показать врагу, какие они сильные и красивые. Понимаете? И огромная ответственность на них. Они родину защищают, и они чувствуют это все. И очень гордые пограничники. Горды больше, чем моряки. Пишите ли Вы стихи? Стихи я писал и начал со стихов. Начал писать стихи уже в студенческие годы. Потом я перестал писать стихи, потому что почувствовал, что пишу плохие стихи. Перешел на прозу. Вот это история моих стихов. А стихи я сейчас пишу для детей дошкольного возраста, для своих... Раньше писал для дочерей, которых оставляла мне моя жена, когда ходила на лекции. Вот я на них проверял свои стихи, потом печатал, даже премии получал, когда они просили меня, папа, повтори стихотворение. Вот именно те стихотворения я посылал на конкурс и получал премии. Сейчас для внуков пишу. Продолжаем, Нодар Владимирович. Отдельные образы, страницы, композиции романа «Закон вечности» в чем-то перекликаются с романом Булгакова «Мастер и Маргарита». Взять хотя бы сон бочаны, когда он видит Христа. Или образ Марии. Что Вы скажете о таком сопоставлении? Во-первых, я очень благодарю автора этого вопроса, что он такой параллел провел с писателем, с великим писателем, я бы сказал, как Булгаков. А то, что там что-то похоже на Булгаков, вполне может быть, потому что я его очень уважаю, люблю и обожаю даже этого писателя. Спрашивают о моей популярности и не мешает ли эта популярность мне в работе своей жизни. Ну, лучше я отсюда расскажу о своей популярности. Ну, насколько я популярный, я рассказывал. Это и в прессе, и при встречах. Ну, видно, раз Вас интересует, Вам тоже расскажу. Вот какой я популярный. Я сегодня с Чингизом Айтматовым говорю, значит, у нас все знаки отличия. И он лауреат, и я лауреат, и депутат, и все, подходит к нам фотограф. И снимает нас, крутит вот так, улыбаетесь, говорите между собой. И мы говорим, и о чем говорить, когда не о чем говорить, о чем говорить, когда не о чем говорить. И вот он снимает это нас, и потом я отхожу в сторону, он выводит Чингиза, и я слышу, он говорит, слушайте, а кто этот человек? Про меня. Это же Нодар Думбадзе, слушай. А, и записал, Нодар Думбадзе. Справа, значит, Нодар Думбадзе. Потом Чингиз ушел, он ко мне подходит, слушай, кто этот человек? Это Чингиза Айтматовый. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то книги, которые вы перечитываете, возвращаетесь к ним постоянно? Какие-то книги? Есть очень много книг, знаете, я... Сейчас Назвать хотите, чтобы я эти книги назвал? Я начну тогда с детства своего, и очень долго, много время займет это. Я книги начал читать тогда, когда не умел читать их. То есть не умел читать вообще, азбуку не знал. Книги читала мне моя мама. И эти книги я помню наизусть, знаете? Потому что очень впечатлительные. Например, я Том Суэра читал, когда я читать не умел, мама читала. Гек Финна. Потом я перечитывал, потому что жизнь моя очень была похожа на жизнь. Гекльбер Финна. В какой-то степени, конечно. Я не жил в Америке и не лазил по этому Макдугалу, понимаете, по этой пещере. Но очень была в чем-то похожа. Фолкнера я перечитываю, Толстого, Чехова перечитываю. Ну, Чехова я просто обожаю. Я, наверное, даже не могу объяснить, как я его люблю. Я считаю, что в мире, например, я не так мало читаю и не так мало жил. Я считаю, что такого рассказа, как скрипка Ротшильда, в мире еще никто не написал и, наверное, не напишет никогда. Это мое мнение. Хотите, ругайте меня, хотите, ласкайте меня это. Но я лучше рассказа не читал, например. И не могу себе представить. Я каким бы счастливым был, если бы этот рассказ принадлежал мне, а не Чехову. Здесь уже упоминалось имя Чингиза Айтматова. Не скажете ли вы несколько слов о его творчестве, и в частности, о его последнем романе «И дольше века длится день»? Чингиза Айтматова очень люблю. Считаю его одного из самых выдающих прозаиков современности. Этот последний роман меня просто потряс. Знаете, это очень интересный роман, очень компактный, очень... Вот я как-то в Америке, когда был, там Абдай говорил очень интересные вещи про роман. Он говорил, что роман постепенно станет короче и загадочнее. И вот я увидел вот в этом романе Чингиза Айтматова тенденцию этого. Вот, знаете, он маленький, компактный, очень и загадочный. И он как-то, может быть, я сейчас хвастаюсь, не считайте за это, за хвастостом, но что-то очень родное я услышал, мотивы, какие-то родные мотивы, которые меня тревожат и которые меня трогают. Я был очень долго под впечатлением, и я Чингизу даже сказал, что Чингиз, подари мне этот роман, но он не подарил, понимаете. Он сказал, тебе хватит своей романы, говорит, это пускай мне останется. Это удивительно хороший роман, по-моему. Как вы считаете, товарищи? Как вы относитесь к творчеству Василия Макаровича Сухшина? Лисколь ли оно вам? Интеллигентность, в чём она, на ваш взгляд? Ну, я отношусь очень хорошо. Мне даже писали, что мы похожи в чём-то, я и Шукшин, и не произвёл ли он влияние на мою прозу. Но это не могло быть, потому что я для себя состоялся раньше писателем, чем он стал, понимаете, прозайком. До этого он для меня был просто очень талантливый актёр. После смерти, значит, я его всего прочёл, и я даже в одном своём интервью говорил, что это такой алмаз, которого чем больше точеч, он превращается в бриллиант. Это, по-моему, просто великий русский писатель. Это очень большой писатель. И ещё, наверное, понадобится, чтобы до конца его расшифровать, понимаете. Он закодированный какой-то. Я его очень люблю, понимаете. Я даже не могу высказать в двух словах, как он близок мне и как я его люблю. А насчёт интеллигентности, в чём она? Это тоже очень большая тема. И я считаю, что интеллигентным был мой дедушка, который не знал это слово, что такое интеллигент, и который вставал, когда в комнату заходил маленький ребёнок. Он вставал и стоя встречал гостя. В вашей новой повести Кукарача меня поразили слова главного героя, милиционера, на вопрос, а что ты умеешь делать? Он отвечает, умею стрелять и убивать наших врагов. Всё-таки это страшно. Как возник замысел этой повести? Если бы вы прочли это в оригинале, было бы страшнее. Потому что там не написано, что он умеет убивать только врагов. Он говорит, что он просто умеет убивать человека. Не то, что врага, человека. Это его профессия. Это он с юмором, конечно, говорит. Потому что, что перед солдат 18-летнего взяли в армию, или там 19-летнего, он вернулся с Финской войны, он воевал, учили его стрелять, водить танк, из танка стрелять, с пулемёта. К сожалению, такая профессия по сегодняшний день не существует. И вот всё это движение за мир. Я говорил об этом на съезде наших писателей, в которой очень большую роль играют писатели, очень многое зависит от писателей, как раз и против этой профессии. Как возник замысел этой повести? Знаете, как возник замысел? Мне просто стало обидно за милицию. В детстве, в моём детстве, у нас был участковый милиционер. Правда, сейчас труднее, понимаете, управлять участком, потому что сейчас много детей, очень много людей в районах, тогда было меньше. Одна машина всего ходила в нашем районе, и то моего отца, он был первый секретарь райкома. Значит, детей пускали на улицу, никто не боялся, что его убьёт, его задавит, что-то или что-то. Но этот милиционер всё время бегал за нами, чтобы дети не утонули, чтобы не украли там что-то, фрукты, допустим, чтобы не курили. И он воспитывал нас, взял, взял, знал всех детей, и я был очень рад, когда после демонстрации, после того, как был рассказ напечатан и потом экранизирован. Я почувствовал, что народ всё же любит свою милицию, и это было очень хорошо. Скажите, пожалуйста, Нодар Владимирович, давно и по-много спорят на страницах печати и в устных дискуссиях, почему у нас мало комедий. Отвечают разные веселые люди этот вопрос по-разному. Как Вы считаете, есть ли какая-нибудь главная причина того, что у нас мало всё-таки комедий? Значит, смешного мало, раз комедии мало. Знаете что, вот у нас есть такой классик грузинской драматургии Варваре Тутабери, который написал Поликарпе Какабадзе. Вот это известная его вещь, бессмертная пьеса, она была написана в содружестве с великим режиссёром Марджановым, Марджанишвили. Как-то вот сейчас мне задавали вопрос, как Вы расцениваете то состояние, что вот грузинский театр гремит на весь мир, понимаете, вот театр имени Руставели, он гастролирует в Греции, в Америке, во Франции, где хотите, в Англии. И ставят они, значит, Брехта и Шекспира. И я так ответил, что если как называется, режиссёры с таким же рвением работали бы с грузинскими драматургами, как Роберт Штурова работает с Шекспиром и Брехтом, наверное, у нас тоже что-то получилось. Знаете, я считаю, что спектакль и пьеса это близнецы. Они должны родиться вместе. И пока это мы не поймём, не будет у нас ни трагедии, ни комедии, ничего. Вот так и по комедии, по-моему. Люди должны работать. А то бывает, знаете, на сцене умирают со смеху, а народ сидит в зале и скучает. Или наоборот. В зале смеются и актёры с ума сходят. Почему смеются народы? Нодар Владимирович, критики часто называют вас одним из основателей новой грузинской прозы на вещи именно в 60-х годах. Как вы сами определяете основные черты этой новой прозы? Это несправедливо, друзья, считать меня или моё поколение основателем какого-то нового течения грузинской литературы. Мы не выросли на голом месте. У нас были замечательные писатели, прозаики. Я как от имени прозаиков говорю. Это были прозаики панидзе и многие-многие ещё. Тешен Гилая, Леок Хиачели. Что говорить? Вы сами знаете их имена. Они не только Грузии известны. Но как-то по каким-то обстоятельствам эти обстоятельства тоже вам известны. Потом пришла война. И вот это они начали. Знаете, что было новизной, что считаю, я. И что они сделали? Они заинтересовались движением души человека. Их литература из-за писательности перешла в анализ духовной жизни человека. Духовной жизни человека. Но они не успели как-то. И это было по разным обстоятельствам прервано. И вот моё поколение проголодавшие проголодавшие вот этой духовной жизнью как-то подхватило эту эстафету и вот сейчас продолжает начатое ими вот это великое дело. И по-моему продолжает достойно, потому что сейчас у нас появились замечательные прозаики. наверное, читали Амире Джибидата Туташхи роман Утара Пинчиладзе. Прекрасные романы. Каждый встретивший меня так называется. Есть у нас Инанейшвили очаровательный писатель, рассказы пишет Мангель, Резотча Ишвили. Я не хотел всех называть обидеться на меня, но очень сильная, очень хорошая проза идёт, я уверен в этом, и она может стать наряд очень известных прозаических произведений не только в Европе, но даже в мировом масштабе. Это я говорю со всей ответственность. Вот так тело стоит. Мадар Владимирович, у меня вопрос. Вы уже упомянули о своей поездке в Америку, и было бы интересно узнать, насколько хорошо американский читатель знаком именно с грузинской литературой, и кто из американских писателей вам близок по духу? С читателями своими я не встречался, но вот с хорошими людьми я встретился в Америке, прежде всего Григорий Бакланов и Катаев. Я с ними там познакомился, и я... Вот такая удивительная история была с нами, мы ехали, значит, были в Сан-Франциско, и ехали, значит, в дом Джека Лондона, вот этот волчью берлогу в Лунной долине, где он скорел у него дом, и на большой скорости, на очень большой скорости ехал наш переводчик, он сын эмигрантки русской, и отец у него американец, и говорит прекрасно по-русски, и вот нас остановил полицейский, то есть как инспекторами называют в Америке, полицейский элементарно остановил и сказал, что вы на очень большой скорости ехали, тогда он сказал, что вот у меня русские гости, мы едем в дом музея Джека Лондона, вот я везу советский писателей, вот каких писателей, он назвал наши фамилии, которые ничего ему не сказали, а когда он услышал Катаева, он улыбнулся, сказал, это белеет парус одинокий, мы так удивились, он читал, оказывается, белеет парус одинокий, и ради Катаева, он нас пропустил, значит, не оштрафовал этого шофера, но предупредил нас, что я вам советую ехать, говорит, на маленькой скорости, потому что можете, говорит, пока попадете в дом-музей Джека Лондона, попасть прямо к Джеку Лондону, говорит, очень остроумно был полицейским, писатель должен быть врачевателем, писали вы в одной из интервью, а Герцен говорит о писателях, мы не врачи, мы боль, вы не согласны с ним? В такой аудитории сказать, что не согласен с Герценом, вы можете закидать меня камнями, но тем не более я не согласен с ним, понимаете? во-первых, я говорю, что писатель должен быть, а не есть, а Герцен говорит, что мы не врачи, мы боль. Сейчас представьте себе, я такой грубый пример приведу, Чехов тоже был больной человек, но он лечил холеру, ходил, вы знаете, куда и сколько он ходил, ну что, вот мы, писатели не врачевали, во-первых, себя нужно прежде всего врачевать, а потом помогать другим, чтобы не заразить их своей болью, потому что это неэтично, что писатель заражал своей болью других людей, нужно помогать людям, вот это один из пунктов моего закона вечерности. Вот представьте, в палате лежат все больные люди, я пришел на удар Думбадзе больной и лег с ними рядом, говорит, товарищи, я больной и вот я буду лежать с вами. Керцен великий человек и он очень красиво это сказал. Конечно, он подразумевал не то, что мы врачеватели, он жил в другой эпохе и он высказывал боль своей нации, но он этим лечил свою нацию, он будил свою нацию. Он не говорил, что у него болит голова, у него болела Россия, у него болел народ, у него болело государство, у него болел общественный строй. И вот о этой боли он говорил. Об этом я с ним согласен. Долг писателя, в чем вы видите его сегодня? Знаете, я долг писателя, на сегодня и завтра неделю. Я не могу это разделить. Знаете, как вот сегодня, какой долг у писателя, завтра, какой долг у него будет, или послезавтра, или вчера, какой был. Вот, например, вы знаете, что Толстой говорит об искусстве, что все возвращается к классике, только в иной форме. Да? Правильно? Мы, может быть, форму меняем, но природа, природа, долг писателя, не меняется. Вот Илья Чавчавадзе говорил, наш духовный отец 19 века Грузии, великий человек, некоронованным царем Грузии его называли. Илья Чавчавадзе говорил в своем стихотворении поэт. Я по-грузински прочту, потом переведу вам это построчнее скажу. Я говорю, меня назначает небо и воспитывает народ. И с Богом я потому говорю, чтобы вести вперед свою нацию. Может быть, мы, писатели, не имеем пока права, знаете, вот говорить с такими громкими словами, как мог Пушкин сказать, я памятник себе воздвиг, нерукотворный, или там Галактион, как мир говорит один, так и один Галактион, или там прочие-прочие писатели говорят о себе и небе памятник в жизни полагается по чину, Маяковский говорил, Илья Чавчев такие слова говорил, а как и царь отель говорил, что он посредник между небом и землей. Может быть, мы не имеем пока права, но внутренне каждый писатель должен быть готов говорить от имени своего народа. он должен идти впереди своего народа и пить в передовых рядах в авангарде своего народа во всех делах, и в смерти, и в жизни, и в труде, и в творчестве, и во всем. Потому что это такая профессия, что только сидеть и писать не выходит. Илья Чавчевадзе не только писал, он жил жизнью своей нации, и он, у него сердце билось, у него огромное сердце было, как Грузия, вот такое огромное сердце, которое билось между двумя морями, вот этим Кавказским хребтом. И это был Илья Чавчевадзе. Его долг был, чтобы вести свою нацию впереди. И я бы был счастлив, если бы такая доля даже смерти выпала на мою долю, какая выпала на долю Илья Чавчевадзе. Вот так я понимаю долг писателю. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А скажите, пожалуйста, какую из профессий вы считаете главной на Земле сегодня? Какую профессию считаю главной? Сегодня? Сегодня? Вы извините меня, но сегодня я распорол свой пиджак. И если бы не было этой женщины, которая принесла серую нитку и иголку, я бы сегодня не смог прийти. По-моему, все профессии главные, которые человек делает добросовестно и честно для своего народа и государства. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Друзья, мне сегодня не задавали этот вопрос, но мне задавали его в литературном институте. Я хочу этот вопрос сам привести вам и ответить на него. Мне тогда сказали, в чем заключается профессионализм писателя. Профессионализм писателя заключается в чем? Это животный страх перед читателем. Страшный страх, который никогда не проходит. Когда этот страх пройдет у писателя к своему читателю, считайте, что он умер, и его нет. Писатель живет вашим одобрением писатель живет вашими упреками, писатель живет вашими замечаниями, и без читателя писатель не существует. Поэтому вы не жалейте нас никогда, пишите нам. У меня уйма писем, и я сейчас не притворяюсь, что вас люблю. Я действительно вас очень люблю, и жить не могу без вас, и не хочу. Спасибо вам за внимание, будьте здоровы, огромное спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...